19 марта 2023 года Симферополь Крым ну основная тема получения саженцев с саженцев вот ну параллельно можно рассказать о формировке куста смотрите как получается вообще куст получается он очень просто садится проверенный саженец с подтвержденной сортностью 3-4 года выращивается потом он становится примерно такой толщины выпиливается он выпиленная и в последний год перед выпилкой вы оставляете самые сильные порослевые побеги потому что будете пригинать их на следующий год либо на отводке либо формировать из них вот видите спиленное дерево вот оно это классический способ и кустовой формировки и получение маточного куста для отводков в данном случае горизонтальных можно немножко ускорить процесс да не немножко множко вот сразу садится саженцы однолетние хлысты с почками то есть двухлетняя трехлетняя древесина здесь не подойдет потому что не на ней нет почки почек из которых пойдут побеги и которые вы будете укоренять вот садится таким образом под наклоном 45 градусов чтобы сэкономить место можно с двух сторон вот так вот сделать лучший вариант конечно два метра сделать место между вот этими рядами ну здесь и сделал полтора метра вот смотрите это все саженцы которые получены вот из этой ну я не знаю как школки не таким же образом здесь были пригнуты два года назад вот сюда с этого ряда с однолетней хлысты и сюда вот вы выкопал я здесь растения вот эти вот которые получились по центру это вторая часть первой части вы увидеть увидели что здесь было вот что я получил я получил ну вот здесь 9 в ряду и там 9 ряду 18 и вот вторая школка 18 36 саженцев и здесь 14 саженцев 50 саженцев с 18 пригнутых побегов ну вот где я оставил двух летние стволы вот очень сильные саженцы а где-то я оставлял однолетний побег ну для того чтобы его пригнуть нас от водки то есть я вырезал вот такой двухлетний и оставлял однолетний побег 50 саженцев за два года с 18 хлыстов не самый плохой вариант вот такая получилась у меня штука что что теперь дальше я продолжаю также эксплуатировать эту плантацию минуя стадию маточных кустов вот здесь получилось в каждом гнезде по два-три как минимум хороших побега для пригинания я найду вот опять эти с этой стороны пригибается в центр сюда с той стороны навстречу ну вот видите сколько здесь почек в принципе мне здесь больше трех-четырех саженцев через два года не нужно но я все равно не буду прореживать эти почки я объясняю почему почему потому что чем больше здесь будет вегетирующей массы на этом побеге тем лучше под ним под ней под этой вегетирующей массой будет развиваться корневая система а через два года я просто через один вырежу побег вот но получу достаточно сильную более сильную корневую систему чем если бы я прямо сейчас проредил эти почки удалил их через одну есть у меня видео где я рассказываю свои мысли по поводу того чтобы посадить сразу на постоянное место саженец под углом 45 градусов и примуть его как бы на горизонтальные отводки но не с целью получения горизонтальных отводков а с целью выращивания здесь либо куста либо штампа дам я ссылку на это видео под этим видео достаточно интересные варианты там получается посмотрите ну вот вам классика четыре года растет штамп сейчас если бы по-хорошему если сделать маточное гнездо этот штамп удаляется на уровне земли а вот это поросли либо пригинается либо выбираются самые сильные побеги и формируется с них куст ну раз уж начали говорить о кустовой формировке немножко расширить тему вот смотрите в любой поросли прошлого года есть доминантные побеги они в полтора два раза толще чем другие побеги вот куст надо формировать исключительно из такого рода доминантных побегов уж я не знаю почему они оказались толще чем рядом находящиеся но вот вы видите разница значительная вот сорт фуд курами ну по идее вот эту вот трехлетку надо выпиливать вот здесь есть то же самое доминантные побеги почему они становятся толще вот один вообще великолепный он около двух метров он дорос за год до высоты вот этой трехлетки почему он получается такой толстый и высокий длинный я не знаю но вот именно из таких побегов нужно формировать куст вот очаг старого куста сорта трапезунт фундука сорта трапезунт здесь за год побеги получается достаточно достаточно толстыми вы их уже просто так не согнете вот к земле поэтому приходится вот так вот дугообразным вот так вот пригнул потому что если пригнать вот это место к земле она просто обломается этот побег так пригнул и вот дальше уже идет горизонтальный отводок вот видите такие получаются конструкция я занимаюсь саженцами фундука сорта трапезунта пылителями к нему кизилом семен саженцами опылители есть тоже вот так же я призываю вас подписываться на мой телеграм-канал в разы больше информации лайк дизлайк под видео добра и мира привет из крыма а Продолжение следует...